Конкурс в Киеве один из престижнейших на постсоветском пространстве. Проводится он каждый год и не имеет возрастных ограничений. Возможно, поэтому число участников всегда большое. Так на этот раз продемонстрировать свое цирковое искусство в столицу Украины приехали представители семи стран, в том числе Израиль, Египта, Латвии и Швейцарии. Мазыряне на конкурс привезли сразу четыре номера. Один из них подготовили воздушные гимнасты на лавиторке Диана и Андрей Ситник. Ребята совсем недавно одержали победу на конкурсе в Москве. Тогда состоялся их дебют. И вот брат с сестрой смогли закрепить свой успех. Работаем мы уже в шесть лет. Вот недавно выехали в Москву и заняли первое место. Сейчас мы выехали буквально две недели назад в Киев и заняли специальный приз. Волнения от этого не уменьшились. Мы волновались даже еще и больше, чем в Москве. У Димы Соляника опыт участия в международных фестивалях большой. Жонглера хорошо знают и в родном городе. Мальчик вырос на глазах у поклонников арены. С годами оттачивалось и мастерство. Конкурс отличался тем, что когда я был немножко меньше, то там я принимал участие в своей категории, младшей немножко. Там есть специальная категория, например, от 15 до 18, это возрастное ограничение. Сейчас же я выступал в качестве профессионала с 18 до 25 лет. И именно вот этим отличался конкурс. Там было очень много профессионалов, на которых я смотрел с огромным удивлением. И я даже был удивлен, что я принимаю участие среди них. Но я показал себя достаточно на высоком уровне и я тоже занял спецприз. Спецприз конкурса привез из Киева и Максим Бобер. Мальчик сильно волновался, коленки тряслись. Так подшучивают над ним ребята постарше. Хотя четко отработать свой номер, а Максим эквилибрист на катушках, артисту это не помешало. Ну, во-первых, манеж – это для меня что-то непривычное, потому что я всегда работаю на сцене. И там, во-первых, материал другой, там очень мягко было. Я получил спецпресс, мне было приятно, но и было неожиданно. Понравилось участвовать? Будешь еще участвовать? Да, очень понравилось и надеюсь, что буду участвовать. Мазыряне принимали участие в киевском цирковом конкурсе впервые. Но кроме спецпризов от цирка Криворожского, оргкомитета, фестиваля от Академии циркового искусства, увезли домой в гран-при. Номеру канатоходцев не было равных. Канат мы первый раз вывезли на конкурс. Для нас это было очень волнительно. Мы готовились к этому очень долго. Каждый день мы репетировали по два, по три раза, пока у нас не получится. Это, конечно, было очень нервозно, но мы старались и стремились к этому. Но мне же были совсем другие ощущения. То есть ты идешь на сцене и идешь там, разные ощущения. И когда поднимали канат, то как-то было страшно, что ли, и непривычно очень. Ребята выполнили сложнейшие трюки. Специально для выступления был сделан новый реквизит. Андрей Ситник, который, вдумайтесь, по канату ходил на ходулях, свой трюк научился выполнять всего за несколько недель. Это слишком сложный трюк. И как-то я был не уверен за него. Но на конкурсе все получилось. Конкурс в Киеве с наградами и победами подтвердил высокий уровень мастерства мозырских артистов цирка. Сейчас ареновцы планируют сделать небольшой перерыв и хорошенько отдохнуть. Отпуск не затянется, поскольку в сентябре коллектив будет праздновать свой юбилей. Арене исполнится 10 лет. А это значит, что чета Кузнецовых и их воспитанники приготовят для своих поклонников и любителей цирка много интересного. Секреты пока не раскрываются. Илона Шавловская, Вячеслав Пересыпкин, телеканал Мазырь.